Давайте попробуем изучить арабский язык с помощью искусственного интеллекта. Для тех, кто только начинает, мы можем просто сказать... Можем ли просто поговорить на арабском для начинающих? И он пишет... Да, конечно! Добро пожаловать! Что бы вы хотели обсудить? Или же хотите просто поговорить о том, что произошло? И я ему говорю, что... Задай мне вопрос и дай перевод. Ну, допустим, мы начинающие, и поэтому мы пишем только базовые фразы. И он пишет... Как у вас дела? Спрашивает он. И мы ему пишем, например... Ну, конечно же, надо отвечать там... Но мы напишем ему просто... И я спрошу... Значит, хорошо, а как у тебя? И он точно так же должен будет перевести... Что-то он опять слишком много пишет. Шукран холь туриду анна тахаддас анна шайян маин. Маин... Анта ка турид фақат... Аддарашат бишақ лаам. Ну вот, бишақ лаам... Это... Просто поболтать. То есть, вот, хотите ли вы... И вот это называется... Обсудить что-то конкретное. Эм... Или... Анна ка турид фақат аддарашдаше... Аддарашда... Да. Аддарашдаше бишақ лаам. В целом, что-нибудь, что угодно. И здесь можно уже дальше общаться. И я ему напишу... Напиши пять строк из диалога на арабском для начинающих. И он мне пишет диалог за двоих. Например, я пока еще начинающий. Я хочу узнать побольше новых слов. И он пишет... Это первое предложение. Хорошо, давайте поговорим о погоде. Какая погода у тебя сегодня? Вторая строка получается... Погода очень горячая. Ну, видимо, он имеет в виду, что сегодня очень жарко. Температура достигает 38 градусов по Цельсию. В арабском языке он пишет, что... Это... 38 градусов по шкале... 38 из 100. Ну, сэнтигрейд. Третья строка. Третья строка. Мне кажется, нам нужно остаться дома, пока воздух не охладится. Непонятно, почему он в английском использует слово погода вместо... Потому что погода – это гораздо более широкий термин. Четвёртая строка. Каанал джоу мумтаранн амс фи мадинати валякин аху алян бидан ат-тахсан. Вчера был дождь в моём городе, но сейчас начинает проясняться. 38 жары. Да. Кажись, прояснилось. И последняя строка. Я люблю осень, потому что тогда погода прохладная и свежая. И здесь можно ему сказать, что... Напиши три предложения с пропусками, и я вставлю слова. Он даёт эти предложения. Да, надо было, конечно, сказать, чтобы он, блин, перевод убрал бы пока. И здесь ты пишешь... Ну, я предположу... Пишу сначала на английском, посмотрим, что он скажет. Папль. Ткс Hanh'р riq hry juhtaj'o i'a l'e'l kesхrooc med. Таких льгер más dalam ней и добротер. Продолжение следует... When it's raining, you should use umbrella. shade. И здесь он сразу же пишет сами эти слова, то есть если сравнить и можно попробовать просто ли он копирует мои варианты или нет. Допустим, я скажу ему что-то совершенно неправильное. Например, я ему скажу что надо носить... Да, и он просто вставляет эти слова, то есть он здесь не говорит... Ага, все-таки здесь он зонтик, все-таки догадался вставить. Mostly correct, то есть один из трех это у него большей части. А, вот так вот, да? Да. 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 Да.